Ом Намо Бхагавате Васудевая 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 Ом Намо Бхагавате Невдовлетворение в сердце почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспетанным в трансцендентных молитвах, становится необратимым. Итак, 52 текст 21 главы «Наставление Махараджи Притху». Голова называется, и так. Намо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе Йо Брахма Кшатрам Авишья Бибхартитат Сватеджаса. Мамо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе Йо Брахма Кшатрам Авишья Бибхартитат Сватеджаса. Дорогие преды, пожалуйста. Мамо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе Йо Брахма Кшатрам Авишья Бибхартитат Сватеджаса. Дорогие преды, пожалуйста. Мамо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе. Мамо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе Йо Брахма Кшатрам Авишья Бибхартитат Сватеджаса. Бибхартитат Сватеджаса. Мамо Бибиридха Саттвая Пурушая Махиясе Йо Брахма Кшатрам Авишья Бибхартитат Сватеджаса. Итак, перевод слова. Намага – поклоны. Вибридха – очень возвышенный. Саттвая Битию. 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 Битию в смысле. Битию. Не битию, не бить, а бытию. То есть… Жесть. Пурушая Личности Махиясе. Махиясе. Тому, кто так прославлен. Яга. Который. Брахма. Брахма. Брахманическую культуру. Кшатрам. Административные обязанности. Авище. Войя. В. Бибхарти. Войя. Войя. В. Бибхарти. Поддерживая. Идам. Это. В. Сватеджаса. Своей доблестью. И так перевод стиха. Дорогий наш повелитель, Прибывая в своем естественном изначальном состоянии, Под влиянием гуну чистой благости, Ты являешься совершенным представителем Верховного Господа. Ты славен своей доблестью, И весь мир содержится на Тебе. Ибо Ты распространяешь брахманическую культуру, и защищаю всех обитателей, как велит долг к шатрию. Комментарии. Чтобы поддерживать в обществе надлежащий порядок, правительство должно распространять брахманическую культуру и оказывать надежную защиту всем гражданам государства. Именно об этом говорят в данном стихе подданные Махараджи Придко, который так замечательно справлялся своими обязанностями царя, потому что не ходился под влиянием гуны чистой благости. Особого внимания заслуживают употребленности слова Вивридха Саттвая. В материальном мире существует три гуны – благость, страсть и невежество. Человек должен подняться с уровня гуны невежества на уровень гуны благости, и сделать его можно, занимаясь преданным служением. Преданное служение – единственный метод, позволяющий живому существу подняться с самой низкой ступени бытия на самую высокую. И в предыдущих главах Шимат Бхатам уже говорилось, что для этого нужно просто общаться с преданными и регулярно слушать, как они пересказывают Шимат Бхатам. На начальной стадии преданного служения, когда человек слушает повествования о Господе и пересказывает их, Господь, пребывающий в сердце каждый, помогает преданному ощутить свое сердце. Постепенно, очищаясь от материальной скверны, преданный выходит из-под влияния гун страсти и невежества и поднимается на уровень гуны благости. Под влиянием гун страсти и невежества в человека развивается вожделение и жадность. Но тот, кто достиг уровня гуны благости, всегда удовлетворен, и в каких бы условиях жизни он не находился и свободен от вожделения и жадности. Наверное, он свободен от вожделения и жадности. Такое состояние ума – первый признак того, что человек находится под влиянием гуны благости. Однако мы должны подняться даже над гуной благости и достичь уровня чистой благости, который называется вивритха саттвами – высшей степени благости. На этой ступени человек обретает сознание Кришны. Поэтому в данном стихе подданный называет Мхараджу Притху вивритха саттвами, имея в виду, что он занимает трансцендентное положение. «Будучи чистым преданным, Мхараджу Притху находился на трансцендентном уровне, но, заботясь о благе человечества, он спустился на уровень Брахмана и Кшатрия и благодаря своему могуществу спас весь мир. Мхараджу Притху был царем Кшатрия, но в то же время, как Вайшнав, он был Брахманом. Как Брахман он давал своим подданным духовное наставление, а как Кшатрия обеспечивает безопасность. Так Мхараджу Притху, идеальный царь, заботил своих подданных и защищал их от всех опасностей». Притху 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 Пр Продолжение следует... 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 этот преданный и стал Вивасвад Аману. Хотя он, с другой стороны, он был бы жужжен от Бога Солнца, Вивасвана. И Господь, с другой стороны, дал тоже Вивасвану знания ведические. Но вместе с тем, от сад во врата, он тоже получил непосредственно знания от Господа, когда путешествовал по долгое время, в сердце как бы дал это знание. И это был очень великий такой преданный. И он, как мы говорим, он стал Вивасвад Аману. В Вивасвад Аману долго не было детей. Долго не было детей. И он просил. Господа создали какую-то ягью определенную. Но жена Вивасвад Аману тоже попросила, что хотела бы дочь. И когда жрец, он медитировал на это, он лил масло, он вспомнил свою просьбу. И вместо сына он получил дочь. Я так подробно не рассказываю, так кратко, потому что времени не будет. И эта дочь, Ила, да, она была очень красива, но в начале Аману, он был доволен и дочерью. Так не было детей. Но со временем он стал недоволен. И подошел к Васильску и говорит, слушай, я же просил сына, а ты мне, вот, дочь. Вот как. Ну, Васильск говорит, нет проблем. Он начал служить Богу. И вместо Илы превратилась она в кого? Судюмна. Как Судюмна стал женщиной. Судюмна стал женщиной. И в конце интересно, что однажды Судюмна пошел на охоту и попал в лес, который Господь Шива сказал, что кто бы ни зайдет в это же, станет женщиной. И он опять превратился в женщину. Даже вышел замуж, да, за сыном Луны, да. А потом интересно, что опять Васильск встретил вчера определенного и тот говорит, ну, я женщина. А тот решил опять чтобы он был мужчиной. И в конце концов он половину был то женщиной месяц, половину мужчиной. Интересно. Ну, к чему это интересно, эта история, что вот если суждено тебе быть женщиной, да, и какие вот, видишь, привлекался даже Васиштка все время, и Господь привлекался, и все равно, да, там Господь Шива Петра, опять стал женщиной. так что, если нам суждено в жизни достичь Бога, мы обязательно вернемся к Нему. Но если нет такого благословения, как бы Господь, мы это не сделаем. Но хотя мы должны прилагать усилия все равно. Если мы прилагаем усилия, все по милости преданное. Все по милости преданное. Помните, как этот великий Амбариш, да, Амбариш Муни, да, и и Дурва Самуни, да, та история, как бы сказать. И Дурва Самуни оскорбил Амбаришу, а потом спасаться по всей Вселенной. А чакра Господа гналась за ним, да, потому что хоть Дурва Самуни великий мистик, но все-таки Амбариш был великим преданным Господа. И чтобы защитить своего преданного, видишь, пока не просил извинения, да, ну, Амбариш мило себя простил. И все было хорошо. Но эта история показывает, что мы должны молиться Господу и Его преданным. Очень много преданных зависит. Поэтому, может быть, в конце, если будет время, я расскажу все-таки о том ненужном, который мы можем совершить в этом материальном, тоже о воскорблении, если хватит времени. А здесь хочется перейти к стиху. чтобы поддержать в обществе надежащий порядок, правительство должно распространять бахминскую культуру и указать надежную защиту всем гражданам государства. Здесь, в этом стихе, преданные, то есть, или преданные, можно сказать, или жители, которые управляли Махараджа, притху, они обращаются к Махараджу, ее прославляют. Ее прославляют. И в данном стихе они говорят, что, они говорят, что, вот человек, царь, если ты царь стал, ты должен заботиться о благе людей, то есть, обеспечить им всем необходимым и сделать порядок. Ну, видите, калиюга, это не подвластно этому. Все-таки это уже был шестой ману, да, шестой или седьмой, сейчас мальчик, веб-свата мана седьмой ману, вот, вот, от начала, так бы сказать, ману, от свабхама мана первой ману, потом это сам идет, идет, уже калиюги вступают в силу. Поэтому у нас здесь нельзя сказать не о порядке, видите, как мы сами живем и видим, что никакого порядка нет в странах обычно, никаких, нет такой примерной страны, где был бы порядок и все было в создах людей. Все равно беспорядки, все равно воровство, мы видим, там убивают, там грабят, даже в таких, вроде кажется, благополучных странах, нет порядка. Так, это естественно. То же самое, как мы часто о ложном эго говорим, да, в каждом свое ложное эго, это не садь тягуна, в каждом у нас свое ложное эго, и каждый действует с твоей точки зрения, потому что просто он не может иначе, мы все время говорим, человек должен старшим там подчиняться, авторитетом где-то быть. Да, это мы понимаем, но реализовать это мы практически не можем, потому что в каждом у нас свое ложное эго, и если бы это ложное эго исчезло, мы что стали бы? Преданы в духовный мир должны уйти по идее. Брахман особо условил, и потому что если мы другой раз ведем себе так, как мы понимаем, то есть ставим выше всего себя над другими, стараемся там, а как подчеркнуть, что мы выше, значит покритиковать, да, кого-нибудь, дальше-нибудь. Это очень такая, это, можно сказать, прощается с старшими преданными и великими душами, но это надо избавляться в себе, хотя бы калию, это очень трудно, все равно мы остаемся такими, как мы есть, очень постепенно мы можем превзойти над собой, только чем занимаясь? Преданным служением, то есть найти как бы человека, который мы можем служить, а кто это? Мы считаем представитель только Бога, потому что мы частички зависимы от Бога, мы части Бога, и наше предназначение служить Богу, поэтому если мы найдем такого человека, который мы чувствуем, что связан с Богом, да, идет парампар, то тогда мы можем убрать в себе ложное его. Даже служа великой души, все равно они жить, вы читаете, но даже великих душах они трудно им, полностью предаться Богу из-за этого ложного эго, потому что говорится, что в этом материальном мире есть два типа людей, в этой вселенной, в этом творении есть два типа людей, вечно освобожденные души и вечно обуслованные, да, в материальном мире каждый живой человек является склонным к падению, а в духовном мире каждый живой человек является безгрешным. Это 15 глава, 16 стих. Ну, то есть, кто-то захочет почитать. Итак, здесь говорится, что Махараджи Притху, он справлялся со своими обязанностями. Он полностью навел порядок и считается, что он был представителем Бога. А почему он был представителем Бога? Представителем Бога. Потому что это материальный мир. он начинается с чего? Ну, будем говорить с Паруша Аватар. Где-то записано. С Паруша Аватар. Паруша Аватары это кто? Каранда Кашаевишну, да? Гарба Дакашаевишну, Шир Дакашаевишну. Ну, не буду останавливаться. Дальше пройдем. Дальше. У нас Лила Аватары, да, Господа. Это все Господь. В принципе, распространяется формы свои, да? Полные части или части полных частей. Дальше идет Лила Аватары. Дальше идет Гуна Аватары, да? Это Вишну, Брахма и Шива. Дальше идет то, Манмантары Аватары, которые приходят в правление каждого Ману. Манмантары Аватары. Дальше идет то у нас Юга Аватары, да? Юга Аватары, Юга Аватары. И дальше у нас идет Шакти Авэши Аватары. И вот к Шакти Авэши Аватары как раз и относится Махараджа и Притв. То есть, это непосредственно как бы воплощение Бога на земле. Есть два типа Шакти Авэши Аватары. Это наделенные Божественным сознанием. Это кто наделенный Божественным сознанием? Ну, вы должны помнить это. Ришабхады, правильно, еще кто? Капила, да? Вот, ну, для примера. Там еще много, может быть. Ну, вот два таких примера. Дается уже два примера. И наделенное могуществом входит, и Махараджа пришла. Первое наделенное могущество это Шешанага, да? Который служит Богу непосреду духовному миру. Второе, это Ананта. Это живое существо, наделенное могуществом, да? Я ему это не сказал, это живое существо, наделенное могуществом. Вот, Господне могущество. Поэтому считается, как воплощение Бога. Дальше идет, кто Ананта, я сказал. Дальше Брахма, Кумары. Кто еще? Брахма, Кумары, Нарада. Дальше идет, вот как раз и дальше, Притху, Махараджа Притху и Парашурама. Видите? Так что Махараджа Притху, то если так сразу Парашурама, все понимают, что он сражал несколько раз в шатри, вот там, велико-сильное. Так видите, Притху, то же самое, очень могущественное личное, наделяем таким могуществом, очень большим. И он мог делать все. Поэтому неудивительно, что он сотворил все, что он заставил землю, что сравнял ее, во-первых, плоскостью, что было, где сеют злаки. Наделил людей всех злаками, которые забрал, у матери земли, которая их спрятала глубоко от демонического. И создал общество брахманическое. Брахманическое общество. Брахманическое общество очень важно, потому что здесь есть все. Есть голова, есть кто еще? Руки, есть живот, есть кто еще? Ноги. То есть, разделено на четыре, так сказать, совершенное общество, четыре социальных уклада и совершенное общество, четыре духовных уклада. Это как раз в седьмой главе. Вот это там получается одиннадцатый и двенадцатый главы. В седьмой песне одиннадцатый главы как раз это описывается об этом. Если ты хочешь, можешь почитать. То есть, брахманическая культура необходима для нашего общества. Только брахманическая культура дает право людям называться людьми. в соцелу. Потому что она воспитывает человека по определенным правилам. Ну, в настоящий очень трудно, хотя бы Прабхупада хотел внедрить. Может быть, и внедрилось постепенно. Но очень тяжело в Кали-югу. Потому что у нас немножко другой интеллект. У нас интеллект Кали-юги. То есть, сейчас над нами Кали-юга. Кали-юга другие принципы. Потому что сам Господь даже пришел по этому, как Господь Чайтаня, да, и дал нам другие принципы следования. Нас мы не можем следовать. Нам очень трудно. Может и могли бы, если бы Прабхупада так сказать дал благословение. Но без благословения таких мы не можем подняться на такой уровень. Потому что я, как я говорил, мы даже не можем общаться друг с другом. Потому что каждого наделено ложного эго. Единственное, что в этом Кали-югу мы должны заставлять себя выполнять свои предписанные обязанности. Заставлять свои предписанные обязанности и не критиковать других. Вот научиться не критиковать других и выполнять свои предписанные обязанности. Если мы будем хотя бы это делать, мы можем подняться. Мы можем подняться и воспевать что? Махамантры Харьи Кришна. То, что пришел Господь Чайтаня, то, что Он дал нам. в эту югу мы можем только так подняться, воспеваем святых именов. Недаром Господь Чайтаня пришел, да? Он же пришел, что-то Господь. Почему Он пришел? Он дал это знание. То есть все знания предыдущие мы должны учить, мы должны понимать, мы должны прославлять, мы должны слушать. Но следование Господу Чайтаня это закон. Без этого мы не поднимемся в этот материальный мир. Сколько бы мы там стихов не знали, да? Сколько бы мы там не читали, сколько мы, как бы мы не вели себя, но если мы не будем повторять Махаман Тихаре Кришне, Великую Песть Освобождения, мы не сможем достичь практически ничего при своей жизни. То есть опять придется рождать, и опять придется все начало. Только Махамантра Кришна дает нам возможность подняться. Только подняться. Харе Ирнама, Харе Ирнама, Харе Ирнама, Кавалам, Кала Унася, Унася, Магати Радятха. В этот век ссор, лицемерие, эгоизм, жадности, вожделение жадности, гнева, зависти, единственным методом освобождения является воспевание святых имен Бога. Вот этому мы должны практически посвятить в своей жизни. Что-то я еще писал, может быть. ссор, сына. Ну и, как я сказал, немножко время осталось. Самое страшное в этом это не выполнение, это оскорбление других И невоспевание мантры Харе Кришны. Это, я считаю, самое страшное. Чем может, так сказать, не заниматься человек? Ну, воспевание я уже сказал, а следующее – это оскорбление. Оно, в принципе, сжигает все то, что вы накопили в своей благочестивой деятельности. Оно сжигает все. Первое оскорбление. Давайте повторим это оскорбление. Первое оскорбление. Ну, кто? Ну, да смелее. Ну, все же знают, ну, и так скромнее. Поносить предных, ну, спасающий свою жизнь распространению святого имени Господа. Второе оскорбление. Считать имена полубогов, таких как Брахма и Шива, равные независимы от святого имени Господа Вишни. Вишну – это Вишна, это Господь. А Брахма и Шива – это, так сказать, воплощение в материальном мире. Конечно, Шива, если он не касается материальной природы, он тоже Вишну. Но в данном случае мы говорим о воплощении уже. В этом, когда он касается, который он, наш отец как дурга-мать, а Господь Шива – отец всего материального творения. Дальше, какое оскорбление? Это для тех, кто инициированный, наверное. Хотя каждый, в каждом духовном учителе у вас есть, да, Прабхупада, например, тоже духовный учитель. Не выполнять указания духовного учителя – это третье. Значит, не выполнение наставлений Прабхупады или духовного учителя – это тоже является оскорблением. То есть, раз мы пришли в этот мир, раз мы приняли общее сознание Кришны, мы должны всецело вручить себя этому. Если ты пришел в этот мир, стал христианом, ты должен быть христианом, чистым, если ты это выбрал, иди по этому пути. Но если ты пришел сюда в сознание Кришны, под, так сказать, под наставлением Прабхупада, ты должен полностью предаться Прабхупаду. В этом заключается смысл духовной практики. Ведь много самопрода, 4 самопрода, и этих обществ очень много. Но если вы к чему-то присоединились, в принципе, нет смысла чем-то читать другое или заниматься чем-то другим. Какой смысл? Вы должны предаться этому и идти до конца. В этом смысл духовной практики. А если нет у вас веры, первого, то, что нужно быть, и нет предачи этому процессу, так вы ничего не получите, вы ничего не добьетесь. То есть это очень важно. Поэтому здесь сказано, что выполнять указания духовного учителя всецело до конца. И следующее, поносить ведическую литературу или литературу ведическим принципам. То есть, если вы уже в сознании Кришны, вы челностью только занимается этой литературой. Предаться ей. Не поносить ее, а прославлять. То, что мы и делаем. Мы делаем проповеди, прославляем Господа. Что основа у нас ведительской литературы? Прославление Господа. Что это за книги? Это прославление Господа. Фактически, возьмите любую песнь. Несколько циклов прославления. Ну, сейчас мы не будем любую песнь забирать и рассматривать, чтобы вы увидели, что... Может, когда время будет в следующий раз. А вы увидите, что каждый песнь... Даже вот эту, вот четвертую песню. Видите, сколько здесь прославления Господа? Здесь если взять, но опять же, время, чтобы остановиться на этом. То есть прославление Господа. То есть это самое главное. Прославление Господа. Поэтому предайтесь этому процессу до конца. До конца. И выжмите все, что вы только можете. На все вы способны. Вернее, на что вас благословил Бог, Господь. Потому что, если у вас даже сильно будет желание, но вас Господь не благословил, не даст вам... Ну, вы знаете этот стих. Все уже хорошо, не будем ее комментировать. Так что, Господь говорит в Багадите в последних стихах. Оставь все другие процессы и предай себе мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоей греховной деятельности. Не страшись ничего. Вот, видите, слова самого... То, в принципе, о чем я говорю. Ну, Господь. Это я говорю, потому что Господь дает это знание. И я всецело предался им. Ну, ладно, это такое дело. Так, еще что мы хотели сказать. Десять оскорблений. Пятое оскорбление. Какое оскорбление? Ну, все помнят, да? Считать величие воспевания святого имени Господа. Как? Да. То есть, воспевание святого имени Господа – это основа всего. И если мы не считаем, что это является величием... Воспевая святого имени Господа, мы должны понимать, что это основа для нас. Это то, что нас может освободить с этого материального рабства, с этого колеса самсары. Дальше шестое – это давать собственную интерпретацию святого имени Господа. Седьмое – совершать греховные действия, надеясь на силу святого имени Господа. Восьмое – вот восьмое все должны знать. Ну, восьмое – рассказывать неверующим о славе святого имени Господа. Да. Да. Ну, да. Карма Канда. Девятое – рассказывать о славе святого имени Господа. А, то я перепутал. Седьмое, восьмое? Где? А, восьмое. Восьмое – совершать, считать воспевание Махамантры Хари Кришны одним из благоприятных ритуальных действий, которые подносятся введом, как действия ради плодового. Это восьмое, да. Карма Канда. Я не перепутал немножко. И девятое – да. Это, как мы говорили, все уже знают. Не будем останавливаться. И десятое, последнее. Какое? Не иметь твердой веры в воспевание святого имени Господа и совершать греховную деятельность, надеясь на силу святого имени Господа. Что, что? Совершенно, да, да. Тогда не иметь твердой веры в воспевание святого имени Господа и сохранять материальную привязку, даже, поняв, множество поучений об этом. Спасибо. Ну, ты видишь, совместно, мы, кажется, знаем, совместно все, понемножку, каждый понемножку, смотришь. Но это надо знать. Вот. Лучше, чем даже я, но это знать надо иногда вспоминать об этом. Это приведет нас к чему? К тому, что мы то, что накопим своими эскезами, я всегда говорю, что наша обязанность – это как можно больше совершить эскезы. А наши эскезы в настоящем что? Это удержаться в сознании Кришны, как говорил Прабхат, удержаться в сознании Кришны и пожить с преданным как можно дольше. Это наша эскеза. Ну, и по-высшему – это воспевание святых имам Господа и служение Кришнау. Итак, это мы закончили. Итак, дальше у нас времени нет. 41 стих – это что там? Тот, кто преданно служит Господу, отказався от результатов своей деятельности и чьи сомнения полностью разрушены трансцендентным знанием, действительно познал себя. В таком случае его не связывают, в таком случае его не связывают последствия его материальной деятельности. Следующий стих – Итак, оружиним знанием, победи сомнения, радишься твоим сердцем от неведения, вооружись йогой, обхарата, поднимись и сражайся. И закончить я хотел бы. Баджа Хуре Мина. Баджа Хуре Мина, Шинанда Намдана, Габхая Чара Нара Виндаре, Дурла Пхамана Ваджана Мисацане, Таруха Габхава Сидхуре. О ум, поклоняйся лотосным стопам, сын Нанда Махарачи, который делает человека бесстрашным. Получив человеческое тело, это редкий дар. Общайся с святыми личностями, ибо только так ты можешь пересечь океан материальное бытие. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья, родные, дать на миссию на счастье? Эта жизнь, подобно капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Поэтому мы всегда должны поклоняться и служить лотосным стопам Господа Харии. Спасибо. Если есть вопросики, можно один. Если старший преданец скажет, что можно. Но я считаю, что можно еще такого. Девять вроде. Вопросы есть? Вопросы нет. Перерыв на завтрак. Хари Кришна.